Для того, чтобы о ком-то говорить, с кем-то дружить или даже кого-то ненавидеть и против кого-то воевать, надо этого кого-то понимать. Очередное интервью с представителями сепаратистов. Вопросы неудобные по поводу отношения к Украине, к украинцам, к украинскому языку, к украинской власти. Без купюр вырезаю только голос интервьюера. Шахта Скачинского. Я рабочий. Последняя должность замначальника участка. А еще самая последняя должность замминистра угольной промышленности ДНР. Прыгнула она с июня месяца, когда мы митинги поднимали. Я и кузнец, и Анкоповальчук. Когда мы тогда останавливали шахты, поднимали митинги, не карьера прыгнула, а шахтеры прыгнули. Шахтеры показали свое слово. Не мы. Мы были, как говорится, инициаторами, а люди поддержали. Смотря, опять же, давайте подразумевать, что такое украинский язык. Есть украинский язык, есть бендеровский язык. Так вот, украинский язык, это, как говорится, из покон веков был соловьиным языком. А бендеровский язык, то, что, скажем, те же переводы по телевидению, дети, это детлохы, маленькие дети, тут я уже этого не понимаю. Тут уже нельзя с этим мириться. А я отношусь к тому украинскому языку, знаете, есть фильм «В бой идут одни старики». Хороший. Да. Так вот, Леонид Быков, вы помните, когда говорил? Да, он Краматорский сам, село Знаменка. Знаменовка, не Знаменка, правильно, Краматорский. Знаменовка, да. В Краматорске, при въезде в Старом Краматорске стоит ДК, где стоит его памятник. Это тот человек, который действительно, как говорится, перед которым я, как говорится, поклоняюсь, и это мой кумир. Это тот человек, кто прославлял именно настоящую Украину. Вы же понимаете, как говорит на сегодняшний день, не всякий украинец бендеровец, не всякий бендеровец украинец. Это две больших разницы. Я говорил и говорю, что я не сражаюсь против украинского народа. Мы сражаемся против нацистов, против фашистов, но не против украинского народа. Это две больших разницы. И моя мать всю жизнь пела украинские песни. Вот моя мать, у нее, моя мать была воспитатель детского садика, подруги ее. Они тоже воспитатели детского садика. И очень мне хорошо. У нас в совхозе был ансамбль, точнее, как не ансамбль, а ход, который состоял из женщины. И они именно пели украинские песни. Но это украинские песни. Не бендеровские, а украинские. Взять же ту же знаменитую песню, что Матвиенко, Нина Матвиенко поет. Увыш на его мусадку, там, соловейка, шебетав, думай, я просил ося, а вин мене все не пускал. Это соловьиный язык. А то, что сейчас навязывают нам, конечно, но почему я должен к украинцам плохо относиться? У меня друзья, начиная с Крыма и заканчивая Ковелем. Почему я должен против них плохо относиться? Моя жена выходец из той диаспоры, что еще Николай Васильевич Боголь в знаменитом рассказе Тарас Бульба описывал, значит, знаменитого атамана Глоба. Так вот, моя жена является потомком великого атамана Глобы. Они все с полох и с гуляй-поля. Почему я к ним должен плохо относиться? Ну, на данный момент, я же говорю, что я вам скажу, даже в России на сегодняшний день есть, если, например, те же бендеровцы тупорылые закрывают русские кухни и там русские товары, то я скажу, что в России на Петровке 38 есть украинский шинок Бульба, Тарас Бульба, где, кстати, очень посещаемые россиянами, никто его не закрывает. А это создано все для того, чтобы столкнуть там, я вам скажу, у меня в Черкассах друзей много, чтобы таких, как жители Черкассы и жители Донбасса столкнуть лбами. Просто сейчас украинский народ, я же повторяю, украинский, не бендеровский, украинский народ, я прекрасно понимаю, что им показывают по телевизору. Недавно мои друзья были в Черкассах, в Ковеле, во Львове. Они видят то, что происходит, например, они смотрят то, что произошло, каким людям преподносят, что творится на Донбассе. Идет просто зомбирование СМИ. Наигранный пиар того же нестандартной ориентации Ляшка, который пиарится везде. Но то, что людям на данный момент показывают. Я же говорю, я изначально, мы с ребятами собирались, я говорил, мы не воюем против украинского народа. Мы воюем против тех 20-15% нациков, которые пришли, против той власти, которая пришла в Украину. Скажем так, что, знаете, кто живет на Донбассе, люди, которые всю жизнь привыкли работать. Вот понимаете, мы работали, и для нас это было святое. Шахты, заводы, пароходы, металлургия, легкая, тяжелая промышленность, это было святое. А давайте возьмем, опять же, я не хочу за всю Украину сказать, что там люди не работали, но возьмем тех, кто вот эти вот 20%, которые поддерживают вот эту власть. Я тоже украинец, я тоже украинец, но для меня идеал есть. Я вам скажу, я с удовольствием читаю. Вы знаете, спросите сейчас у того же правого сектора стихи Тараса Григорьевича Шевченко, они не помнят. Тычины и многих там Франко, не знают, они знают, например, высказывание две фразы Бендера или Шухевича, и это весь их умственный, умственное развитие. Ну, я жалю, ну, опять же, вы почитайте внимательно стихи, внимательно стихи, пусть они почитают того же Шевченко. Гоголь был чистый украинец, давайте почитаем Гоголя. Они путают сейчас фашистов и украинцев, это две больших разницы. Они сейчас воспаляют того же Бендеру, когда Польша прекрасно помнит, что такое вот эти Бендеры сделали. Что так бомбят свои дома? Я когда выступал недавно на передаче, вот 24-го, по-моему, или 22-го, так вот там была, как же ее, Яна, по-моему, которая швыронула георгиевскую ленточку на пол, когда ей предложили взять ее в руки. Ну, знаете, мы не настолько маразматичны, но когда она начала спорить о том, кто кого убивает, я ей предложил, я вам гарантирую безопасность. Ну, давайте поедем в Донецк, поедем в Марьинку, в район Марьинка, Горловку, да, и я вас лично проведу, и вы поживете там, где происходят боевые действия. Я вам покажу, где стоят украинские силы, я вам покажу направление снарядов, откуда валетит, а ведь, как говорится, любой нормальный военный, который изучал, как говорится, траекторию полета, прекрасно может рассказать, с какой стороны что прилетает. Она же отказалась, потому что они прекрасно все понимают, что они бомбят. Недавно освободился, точнее, освободили одного из знакомых, моих друзей, из плена. Так вот, ему отрезали ухо, забрали машину. Мальчик в 21 год. Мальчик в 21 год, да. Заставили его написать дарственную, точнее, соглашение, как доверенность переписать. Украинские силы, которые стоят в Курахово, его избивали, ему практически выбили, отбили все ребра, ноги, забрали машину, из-за того, что просто он житель Донецка. Нет, он не ополченец, просто житель Донецка. У него хорошая была машина, но так как он житель Донецка, она почему-то, я не знаю, понадобилась украинским силам. Ему отрезали полуха, его избивали каждый день, его кинули в подвал, он гнил там в подвале два месяца. Так вот, о каком сейчас там флагеле, о какой Украине мы можем обвалить, я же говорю. Но, понимаете, для нас слово Украина на данный момент, не жители, а слово Украина, а жители, которые к нам не присоединились, это просто являются... Давайте, вы знаете, я никогда не ожидал того политического действия, скажем, точнее того молчания от Харькова, от Одессы, кстати, от Одессы, Днепропетровска. Так вот, 17% запугали Одесскую, Днепропетровскую и Харьковскую область, о чем мы можем говорить. Поэтому на данный момент, я же говорю, для нас слово, как Украина, не является, не будет больше. Точнее, может, Украина будет, но без нас. Без нас. Так вот, я скажу, если бы не Харьковская область, которая предала Донбасс, мы Донбасс, мы Донбасс, а в Славянске и в Семеновке, я лично был там участником, я прекрасно видел, как женщины становились перед тем, как БТРы проходили, они перегораждали проход БТРом без оружия. Люди стояли за своей идеей. Их давили, их стреляли, но люди стояли. Ребята в Славянске вышли с одними обрезами, с дубинками, с прутьями. Ведь возьмите тот Славянск. Если взять по району, это вот в Донецке меньше Кировского района. Славянск можно от А до Я пройти пешком. Я вам скажу, что я ходил пешком от ЖД вокзала до микрорайона Артема. Это где СГПИ находится, Славянское государственное педагогическое институте. Да. У нас получается, на Майдане поднимать американский флаг, флаг Евро, это считалось не сепаратизмом. А поднять в Донбассе российский флаг, это сепаратизм. Для нас Россия, это что кусок спасения. Это, знаете, как надежда на Россию. И, значит, когда поднимали на Майдане они убивали тех же Беркут, когда сожгли двух человек из-за того, что просто они сидели там, мужчина какой-то и женщина в штабе партии регионов, и в Киеве их сжечь. И это считается героизмом. Ну, то есть, получается, мне сейчас надо поехать образно, пусть не в Донецк, но в Крым, взять свою группу, и тот, кто езжает с украинскими номерами, их расстреливать, для того, чтобы мне дали звание Героя России, получается. Давайте, подождите, где российские, я же еще раз говорю, вот там житель Кировского района, Кировского, Кировского, Петровского, Кировского. Где тут российская армия? Если бы со всей мощью была бы здесь российская армия, я думаю, война бы закончилась. Ну, вы знаете, как говорится, в Санта-Клауса тоже дети верят. Неужто у них мозгов столько, сколько у детей, которые верят в Деда Мороза и в Санта-Клауса. То есть дать оружие, которое будет убивать мирных жителей Донбасса, это нормально. А если они ищут факты, что Россия нам что-то даст, это считается уже преступлением. Так почему тогда Россия не может нам помогать? Но только, если бы нам Россия помогала, и были бы здесь войска России, при их мощи, при их технике, я скажу, уже, наверное, месяца три назад мы бы дошли до Киева, а то бы дальше. И вот вы представьте, тот мэр, которого назначил, вы видели мэра, которого Киев назначил в Луганск? Ну, это тварь жирная свинья, которая не знает, что такое Луганская область, и что такое вообще производство. Он кричит, значит, донские казаки, которые разрушили Луганск, они разрушили Луганск, мы их заставим это восстанавливать. Я хочу на этого клоуна посмотреть, как он заставит донских казаков это все восстанавливать. А, знаете, здравый человек не может их манять. Тут два выхода. Либо напиться, либо, как говорится, где-то на наркотю подсесть. Вот тогда мы их, может, и поймем. Но если у Кличко есть два зама, из которых четыре из них не выходят, ну о чем мы говорим? Или когда он разговаривает с погибшими, как, с погибшими бойцами Беркута, я не знаю, он у нас телепат, или кто он у нас, если он с мертвыми разговаривает. Поэтому тут два выхода. Либо напиться, либо хороший наркотик дать, чтобы их понять.